Синегрупп и Сториполис представляют Доклад о Колумбе Похоже, это дохлая рыба Нет, это такой рюкзачок Все будут их носить после того, как увидит мой Кроме меня Девчонки Эй! Эй, Винни, смотри У меня новые классные часы С калькулятором или нет? А что бывает с калькулятором? Смотрите, что у меня есть Неужели у вас, девчонки, еще нет таких рюкзачков? Есть, но... Но это же гусеницы А продавщица сказала, что рыбка круче Собрала! И ты должна сегодня же разобраться с ней Итак, дети, спрячьте книги Достаньте карандаши и ножницы Не забудьте клей Тебе повезло! У тебя одна молния, а у нас десять Нет, двенадцать Я забыла про антенну Замечательно! Я уверена, это будет прекрасно смотреться на нашей доске лучших работ Я не думаю, что у Магеллана было шесть глаз Ну все, теперь можете убрать клей и кисточки Итак, мы с вами продолжим знакомство с великими путешественниками И сейчас выберем новую группу докладчиков Предупреждаю, не берите пример с нашего Винни Марко Поло отправился в путь не потому, что ему надоели спагетти Теперь у нас на очереди Колумб Поднимите руки те, кто еще не писал доклад Джесси? Дайте в помощь отличника! Дайте в помощь отличника! Избавьте меня от Джесси! Избавьте меня от Джесси! Фредди и Поли Ура! Нэнси, где твой рюкзак-лягушка? Это рыба Я, наверное, забыла его в раздевалке Я главная! Да давай, я не против Нет, я главный Мне лично без разницы Голосуем! Джесси скажет, кто будет главным Хорошо, это ты Что? Ладно, ты Но у меня есть опыт руководства! Я уже возглавляла подготовку доклада о букве М Ну хорошо ты Не выйдет Думаешь, если я младше, ты сможешь легко меня оттеснить? Но я уже не ребенок И я хочу быть главным! И я хочу быть главным! Хватит! Я не могу прочесть до конца одно предложение Хм... Ой, успокойся, Фредди Я думаю, ты отлично справишься с руководством Главный! Я главный! Если я взвалю на себя ответственность То у меня не останется времени на рисование разных плакатов Хм... Что предпочесть, гуашь или акварель? Я тоже люблю рисовать плакаты! Эй, ты меня руководить не подписывай! Да? Ну ладно, уговорил Я как-нибудь справлюсь! Теперь надо решить, когда мы встречаемся! Я купила мой рюкзачок в универмаге за 10 долларов! А я с вывлоном к Дейли! Он стоил 20 долларов! Да? Мой тоже оттуда! Мой тоже! Хм... А я точно не помню! Моя мама припарковалась, потом мы пошли в Лумис! И он стоил 10 долларов? Да, со скидкой! Хм... Ты свой тоже купила в Лумис, да, Пенни? Я нашла его на блошином рынке за 5 долларов! Я пошла его Марике, моей подружке из Бацваны! Она будет ходить с ним в школу! Когда их деревня найдёт деньги, чтобы её построить! Как вам вторник в 4? Давай! У меня баскетбол! Ладно! В четверг в 3! Нет, у меня чат в интернете! Вторник в 5! Я занят! У меня дома завтра сразу после школы! Хм... Я был в библиотеке! У них нет воспоминаний сына Колумба! О, да! Конечно! Библиотекарца успела отдать их мне! У нас они есть! Я попал в хорошую компанию! Я, как руководитель, уже придумала миллионы идей для нашего доклада! Можно снять клип, поставить шоу или мюзикл на эту тему, или... Не надо усложнять! Только факты! И много-много плакатов! Да, точно! Может, попьём чайку? Нет, у нас полно дел! Фредди, рисуй королеву Изабеллу, а... Что ты делаешь? С ума сошёл! Не смей трогать мою коллекцию лошадь без разрешения! Ты их всех заляпал своими жирными пальцами! Как я сказала, ты рисуй королеву Изабеллу и короля Фердинанда! А ты... Не могу! Ну всё, хватит! Мы все работаем над докладом, и ты тоже должен принимать в этом активное участие! Ты напишешь здесь наши имена! Хорошо, начну с твоего! Как мне тебя обозвать? Мне надоело! Ты будешь главным! Спасибо! Ты печатай доклад! Оформляй сцену, делай шляпы Колумба! А что написать на этих карточках? Эй! Что там? А-а-а! Ты тайно нарисовала плакаты! Нет! Нет! Я... Учти, это моя работа! Я тоже буду руководителем! Пиши здесь, что я руководитель тоже! Да ладно! Я вообще тут один за всех работаю! Так продвигается наш доклад! Прекрасно! Что ты сделал по проекту? Жду ответ из Испании! Только что говорил с консульством! М-м-м! Ты потратила 14,5 баксов на пару листов бумаги? Я продам тебе эту тряпку за пятерку! Она нужна для оригами! Это старинное японское искусство! Мы делаем петушков! Твоего переехал автобус! Как идёт подготовка к докладу? Прекрасно! Нас только Джесси задерживает! Я жду ответ от родственников Колумба! Люблю глубоко копнуть! Дети, кто-нибудь помнит рассказ о Зайце и Черепахе? Зайце и Черепаха соревновались! Зайце легко обогнал Черепаху и решил поспать! Всё верно! И пока он спал, Черепаха выиграла забег! Ты знаешь, в чём мораль этой истории, Джесси? Зайцу стоило меньше спать! Как идёт подготовка к докладу? Великолепно! Поли вынудила Фредди поручить ей библиографию! Они друг друга едва не прикончили! Мне пора! Твоя шапочка просто прелесть! Очень клёвая! Мне нравится! Хочу такую! Где купила? На барахолке! Там ещё есть такие! Я сегодня же съезжу! Я тоже! Я тоже! Я тоже! А ты, наверное, ищешь шапочку в форме рыбы? Зря ты иронизируешь! У меня шапочка, как у Пенни! Я не надевала её, потому что на улице было довольно тепло! Теперь ты можешь её носить! Мы будем как близнецы! Так ты ей соврала? Про шапку! Да! Но хуже то, что я завтра обещала надеть её! Вот глупая! Эй, у тебя завтра доклад, а ты к нему не готов! Ещё есть время! А что ты будешь делать? Я не знаю! Домой приду с часом к четырём, мама придёт к пяти! Пока буду её умолять, все шапки уже разберут! Если не получается идти прямо, тогда иди в обход! Алло, бабушка! Директор разрешил позвонить, потому что ты очень больна! Нэнси, это ты? Это ужасно! Жуткая температура! О чём ты говоришь? Ладно, слушай внимательно! Беги, только не к доктору, чтобы ещё больше не простудиться! Купи тёплую белую меховую шапку! Они продаются на барахолке! Пятая секция рядом с бархатными беретами! Что? Не забывай принимать лекарства! Учти, барахолка закрывается рано! Пока! Нэнси, это ты? Как твой доклад, дорогой? Мама, я не могу работать, когда без конца прерывают! Продолжение следует... Христофор Колумб, открывший новый свет, родился в Генуе. Христофор Колумб, открывший... открывший... имя известного астронавта, открывшего девятый спутник Бизонии, Александр Гизбот. Джесси, может быть, мне напечатать тебе доклад? Какой доклад? Оу, оу, да! Спасибо, нет, я лучше сам всё сделаю. Христофор Колумб, открывший... Алло, тётя Люсиль, я просто хотел поблагодарить тебя за классный баскетбольный мяч. Я очень рада, дорогой, но это же было три года назад. Ты написал свой доклад? Да. Ну тогда беги скорее в библиотеку, у них там всё есть по этой теме. Хорошо. Как дядя Уолт? Баскетбольные карточки купи-продай-бменяй. Румяные курочки, попробуй наши ножки, похитители мозгов, часть два. А? Новая версия космических чудовищ? Ну как тебе шапка? Тебе идёт. Не кажется, слишком большой? Когда мама приехала на барахолку, там осталось только это. Ах! Привет! Смотрите, это космическое чудовище! Ха-ха-ха! 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 Почему не сказал, что я глупо выгляжу? Я не знал. По мне ты выглядишь как всегда. Не переживай. Сними шапку. Я не могу. Если сниму, то получится, что я поняла, как глупо выгляжу. Тогда не снимай. И выглядеть глупо? Почему я не умею быть стильной, как другие? Здравствуйте. На тебе сегодня новая шапочка, Нэнси? Да. Ты, наверное, очень в себе уверена, если решила надеть... Эм... Такую. Рада за тебя. Она права. Я должна сохранять невозмутимость, и от меня все отстанут. Ты согласен? Я не знаю. Меня же считают тупым. Ты в том числе. Держите меня, я падаю. Ты, наверное, от зависти падаешь. Ха-ха-ха-ха! Эй! Лиховое ведро! Что ты понимаешь в моде? Я такой большой шапки еще не видела. Потому что живешь в двери. Когда эта мода дойдет до нашего городишки, годы пройдут. Я не жду ее, а следую ей. Вот так. Ну что, твой доклад сегодня готов? Что мне доклад? Забыл? Со мной Поли и Фред. Ха-ха-ха! Пожарная тревога. Берите вещи и идите в холл. Сегодня холодно, не забывайте про шапки. Ах! Внимание! Сломался котен. В школе будет прохладно до тех пор, пока его не починят. Ах! Может тебе вытирать доску головой? Так, кто не может что-то носить, всегда смеется над этим. Внимание! Отопление включено. Можно снять верхнюю одежду. Большая перемена! Ура! О, это была шапка. А я думал, у тебя голова так распухла. Зависть. Докладчик, садокладчик. Космическое чудовище. У меня семьдесят три карточки. У меня только семьдесят одна. Если считать шесть библиографий. А твои где? У меня они здесь. Я не из тех, кто все забывает. Отлично. Вы готовы начать? Как руководитель, могу сказать, что мы готовы, мисс Грейвс. Мы начнем с оформления. Класс украшен плакатами, которые я приготовила. Большинству известно, что Колумб был первым человеком, который пересек океан в 1492 году. И благодаря этому событию у нас появилось три лишних выходных дня. Но я знаю Колумба, как Авеспуччи дал взятку картографу, и континент был назван Америкой, хотя по совести должен был называться Колумбией. Ну, теперь можете задавать вопросы. Что искал Колумб? Я отвечу, он... Он искал Индию. В каком месте он высадился? Я отвечу! Нет, я. Он не достиг берегов Америки. Он высадился на Багамах. Когда Колумб начал плавать? Я отвечаю! Я думаю, Джейси нам это скажет. Жаль, но я не уверен. Я адресую этот вопрос нашей Полли. Он начал плавать, когда ему было 14. Джейси, когда Колумб умер? Это ты у нас знаешь. В 1506-м. Джейси, сколько раз он плавал в Новый Свет? Боже! Я что, один готовил доклад? Думаю, ты нам ответишь на этот вопрос. Кристофор Колумб, который открыл Новый Свет, родился в Генуе. И? Остальное давно не терпится рассказать Фредди. Колумб три раза плавал в Новый Свет. Что ж, благодарю всех вас. Итак, я оценила вклад каждого. Полли получит пять. Фредди получит пять. А Джейси получит единицу. Ой! Почему единицу? Это была коллективная работа. Верно. И если сложить ваши оценки, в итоге все получают три. Дети! Вы свободны. Сейчас я тебе по степке наклажу! Стой, негодяй! Все равно не уйдешь! Выглядишь ничего. Они тебя не поймали? Нет, что-то поймали. Но стали спорить, кому меня первым бить, и я смылся. Я ее подстригла. Вышло неплохо. Да, я согласна. Я такого не ожидала! Внимание, класс! Наш Джейси был очень расстроен тем, что случилось вчера, и я попросила его еще раз подготовить доклад о Колумбе. Сначала я хочу попросить прощения у Поли и Фредди за то, что подвел их. Я этого не хотела, надеюсь, исправить ошибку. Я пошел в библиотеку и долго-долго читал. Я сделал много выписок. Теперь я точно смогу ответить на любой ваш вопрос. Я первый. Когда Колумб вернулся в Испанию, в его честь был устроен большой парад? Интересный вопрос, Пигги. Когда Колумб в третий раз вернулся из Нового Света, он был осужден за мошенничество и за ковом в цепи. Почему королева Изабелла дала ему деньги на корабль? Потому что сочла Жерара Депардье просто красавчиком. Жерара Депардье? Актера? Я сказал Жерара Депардье, извините, Христофора Колумба. Я всегда их путаю. Ясно. А кто такой Пьетро? Он был другом Колумба. Они встретились на приеме и влюбились в одну блондинку. В фильме? Да. То есть, нет. То есть, я пропал. Пожалеете. Я посмотрел весь фильм. Это не в счет, да? Я мог бы этого не делать. Но я даже не пошел мыться. Фильм шел три часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids.